Сегодня 2 октября. Ровно 130 лет назад, 2 октября 1888 года, на следующий день после освещения новенького здания городского театра, драмой «Вторая молодость» известного русского писателя Петра Невежина, в Самаре был открыт театральный сезон. Новый театр построили на средства губернской столицы, а обошлось его возведение в 146 тысяч рублей, немалую по тем временам сумму. Зрительный зал вмещал свыше 1100 мест. С улицы новое здание Самарского театра освещалось газовыми фонарями. Ровно 100 лет назад, 2 октября 1918 года, правление Самарского союза металлистов созвало собрание членов фабрично-заводских комитетов промышленных предприятий губернской столицы. Собравшиеся решили заявить протест против эвакуации заводов, предпринимавшейся Комучим. 2 октября 1930 года в Самаре открылось отделение научно-исследовательского института прикладной минералогии и металлургии. Здесь готовили горных инженеров и геологов-разведчиков. Ежегодно 2 октября во всем мире отмечают Международный день социального педагога и Международный день ненасилия. 2 октября в разные годы были рождены советская и российская актриса театра и кино Людмила Крылова, американский певец и музыкант Дон Маклин, российская поп-певица Сати Казанова и другие знаменитости. В народном календаре сегодня вспоминают святых мучеников Зосиму и Трофима. На Руси это был еще и праздник пчельников – пчелиная девятина. В эту пору было принято есть мед, запивая его теплой водой. «Улья в погреб ставь, праздник меда правь», – приговаривали пчельники. Наблюдали в этот день из-за погоды. Если ветер дул с юга, на следующий год можно было ждать хороший урожай озимого хлеба. Такими событиями вошел в историю 2 октябрьский день. Прекрасного настроения вам и успехов во всех начинаниях!